Обида мешает только вам. Всем остальным все равно. Это яд, который отравляет ваше состояние. Обиды носят только дети. Это детское свойство, это детский паттерн поведения. Если вы все-таки знаете, что внутри вас есть обиды, с ними необходимо работать. Как работать, я об этом вам расскажу чуть позже. Почему у меня так мало энергии? Да потому что вы слишком много на кого дуетесь. И когда вы обижаетесь, вы отдаете ему часть энергии. Что в обидах скрыт огромный ресурс. Есть одно чувство, которое отравляет нас изнутри и не дает нам развиваться. И это чувство называется обида. Сегодня мы с вами досконально разберем, что такое обида и что в ней скрыт огромный ресурс. Поехали. Меня зовут Роберт Аксузян, я бизнес-эзотерик и психолог. Итак, что же такое обида? Обида это чувство, которое каждый из нас может нести за собой очень долгое время. К сожалению, обида это словно яд в нашей энергоструктуре. Потому что когда человек обижается, он тянет за собой этот вид энергии, который его по факту разрушает изнутри. Это как незакрытая вкладка в компьютере, которая отнимает у него энергию каждый день. И если вы храните в себе большой объем обид, различных обид, то они мешают вам в жизни. Потому как говорят, не зря на обиженных воду возят. На самом деле, ваша задача перестать обижаться. Потому что это детская позиция, в которой очень много людей все-таки держится. Многие обижаются на своих родителей, или на своих старых друзей, или на учителей в школе. То есть эти обиды, они могут окружать нас со всех сторон. Но важно понимать, что обида мешает только вам. Всем остальным все равно. Потому что обида это то, что вы носите внутри себя. Обида это яд, который отравляет вашу энергосистему. Это яд, который отравляет ваше состояние. И исходя из того, что ваше состояние наполнено обидами, вы, по сути, блокируете себе свою жизнь, свой успех, свое развитие и так далее. Поэтому с обидами очень важно работать. Отпускать их, прощать тех людей, с которыми у вас есть какие-то нюансы. И просто понять, что обида это для детей. Вы же не дети, вы уже взрослые люди. Взрослый человек не обижается, он просто делает выводы относительно той или иной ситуации. Взрослый человек не носит обиды внутри себя, потому что обиды ему мешают, он это осознает. Обиды носят только дети. Это детское свойство, это детский паттерн поведения, который необходимо себя устранять. Так или иначе, обиды есть у каждого взрослого человека, который не работал с психологом или не прорабатывал свои внутренние процессы. Поэтому, если вы все-таки знаете, что внутри вас есть обиды, с ними необходимо работать. Как работать, я об этом вам расскажу чуть позже. Если мы подумаем о том, что есть обида. Обида это когда человек перекидывает на другого некую ответственность. Он считает, что ему человек должен. То есть ребенок считает, что ему весь мир должен, люди вокруг должны. И он обижается, если ему это не дают. Но взрослый человек осознает, что ему никто ничего не должен. Соответственно, он не будет обижаться. Потому что обида это когда не исполнены ваши ожидания относительно того или иного человека. Или той или иной ситуации. Вы не будете обижаться на человека, который чего-то вам не дал. Потому что вы осознаете, что он не обязательно должен это делать. Ведь обида это про детство. Лишь дети могут обижаться, потому что обида это детская эмоция. Либо взрослый человек с сильно выраженной детской позицией часто обижается на других людей. Потому что он считает, что весь мир должен. А не осознает, что взрослой позиции каждый понимает, что он ответственен, скажет свою жизнь сам. И он сам берет, либо не берет, дает, либо не дает. И это его право, каждого человека. Поэтому обиды это про детскую позицию. Это важно понимать. Во взрослой позиции обид не существует. Человек не обижается из взрослой позиции. Он обижается лишь из детской позиции. С энергетической точки зрения, обида это яд, который человек постоянно удерживает в себе на сердечном центре. И по факту это незавершенный процесс, который у него как вкладка компьютера внутри его психики складывается. И если человек обижается на все подряд, то у него очень много этих вкладок. И это постоянно отнимает у него энергию. И спрашиваете вы, человек, который обидчивый, почему у него так мало энергии? Да потому что вы слишком много на кого дуетесь. И когда вы обижаетесь, вы отдаете ему часть энергии. Человеку абсолютно все равно, обижены вы на него или не обижены. Вы делаете хуже исключительно себе. Поэтому это называется ядом. Ядом для самого себя. Потому что вы сами себя отравляете в этот момент. Не отравляете другого человека, вы отравляете себя. Поэтому с обидами необходимо работать. Как определить, есть ли у вас все-таки обида или нет? Если вы вспоминаете какую-то ситуацию, где говорите, ну, я уже не обижаюсь, но я помню. Это значит, что вы все-таки обижены. Потому что если вы простили и обиды нет, то вы забыли уже давным-давно про эту историю. Потому что мы не помним то, что нас не цепляет. Если же вас цепляет какая-то ситуация из прошлого, и вы на нее действительно обижены до сих пор, то вы ее будете очень красочно помнить. Потому что она будет активировать ваши внутренние процессы. То есть вы при воспоминании об этой ситуации или об этом человеке в вас будет наплывать некий гнев. Но опять же, кому вы делаете хуже, себе или этому человеку? Конечно, себе. Потому что у вас портится настроение, у вас портится состояние. Вслед за этим портится ваша трансляция во внешний мир. А это влечет за собой те или иные изменения в вашей реальности. И делаете хуже только себе, опять же повторюсь. Приведем пару примеров. Я часто слышу о том, что взрослые люди обижаются на своих родителей. Вот что мама меня не любила, или недостаточно любила, или отец меня бросил, и так далее, и тому подобное. Эти обиды, они как фон на постоянной основе влияют на его жизнь. Потому что человек, обиженный, например, на свою мать или на своего отца, может перенимать это на внешний план. То есть он может говорить, что люди его не любят, окружающие его не любят или недостаточно любят. И постоянно в коммуникации проявлять это. И в коммуникации человек будет ощущать, что вы как-то к нему негативно относитесь. И это будет ухудшать вашу коммуникацию с людьми, и, соответственно, создавать вам проблемы во взаимоотношениях. Поэтому эти обиды будут разрушать вас самих. И вам нужно очень важно понимать, что перестаньте обижаться. Вы взрослые люди. Взрослый человек не обижается, потому что из взрослой позиции мы не должны этого делать. Но если вы чувствуете в нужде себя обиду, то я предлагаю вам сделать технику, которая поможет с этой обидой справиться. Например, вы решили проработать свою обиду. Закройте глаза, вспомните, на что вы обижаетесь. Например, обижаетесь на свою мать. Почувствуйте, где эта обида находится в вашем теле. Например, вы можете нащупать ее где-то здесь на уровне груди. Она может быть у вас такого черного цвета, напоминающая ежика. Вот мысленно перетяните ее к себе на руку и посмотрите на нее. Потом вспомните свои моменты, когда вы поистине любили, наслаждались. Направьте эту любовь, сконцентрируйте ее внутри и направьте этой части личности. Наделите эту часть личности любовью. Потому как обида – это тоже часть личности, которая хочет обижаться, ей это выгодно. Поэтому наделите ее этой любовью, насытьте ее этой любовью, а потом верните ее обратно в то же самое место. Да, вероятно, она поменяет цвет сразу, может быть, не сразу. Но если вы будете делать это несколько раз, до момента, пока она не станет светлой и яркой, она будет нейтрализована в негативном ключе и трансформирована в позитивный. Поэтому после того, как вы ее будете вынимать снова, проверяйте, насколько эта обида существует у вас еще или нет. Так или иначе, эта психическая практика поможет вам справиться с вашими обидами и нейтрализовать их негативное воздействие. Но важно понимать, что в обидах скрыт огромный ресурс. В чем интересное свойство обиды? Обида показывает нам, где мы с вами уязвимы, где конкретно нам нужно себя прорабатывать. Потому что не случайно говорят, скажи своему обидчику спасибо, он подсветил вам ваше слабое место. Если вы на что-то обижаетесь, значит, у вас там есть внутренний сорняк, за который вас цепляют. И вам этот внутренний сорняк как раз-таки необходимо взять и трансформировать внутри себя. Потому что это для вас такой классный индикатор для понимания того, а где у меня проблемы внутри. И какие конкретно вот эти проблемы мешают мне расти и развиваться. Поэтому мысленно, когда вас кто-то обидел, скажите этому человеку спасибо, ты подсветил мне мою слабую сторону, которую вы впоследствии можете в себе трансформировать, менять. Это могут быть любые ситуации в плане обиды. Это может быть обида, связанная с вашей внешностью, или там связанная с какой-то вашей профессиональной деятельностью, или еще что-то. Если вы там обиделись, значит, здесь вы чувствуете себя недостаточно крепко. И здесь как раз-таки нужно повышать этот уровень. Уровень доверия к самому себе, проработку данного процесса. Тогда вы сможете трансформировать свои слабые внутренние места и идти вперед гораздо быстрее. Поэтому мысленно скажите своему обидчику спасибо и поблагодарите ту часть личности, наполните ее любовью, и она перестанет нести этот груз за собой. И она трансформируется в нечто более важное и более благоприятное, и будет наоборот помогать вам в вашем развитии. Спасибо, что смотрите наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайк и увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok